доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды разбираем события минувшего торгового дня и смотрим как они отработали себя в динамике ключевых финансовых инструментов за которыми мы следим немного сегодня в таких полевых условиях я готовлю запись но все для того чтобы друзья вы не оставались без информации без новостей без брифинга в преддверии столь важного события как заседание американского регулятора но с другой стороны уверен то что те из вас кто регулярно смотрит о брифинге кто уделяет фундаментальному фону внимание не меньше чем я уже в целом знает какие ориентиры на рынке присутствуют и чего можно придерживаться в плане принятия торговых решений на что посматривать и что ожидать сегодня ключевое событие друзья заседание федрезерва конечно же поставкам как и ранее уже было отмечено никаких изменений не произойдет слишком рано мы больше ждем даже выступление а председатель американского регулятора джерома паула потому что это тот человек который отражает позицию регулятора относительно будущего монетарной политики под словом будущее я подразумеваю темпы повышения процентных ставок а ну и возможные изменения с балансом которые могут произойти но все-таки больше нас интересует действие по ужесточению политики через разгон ключевой процентной ставки и вот уже третий месяц 2019 года мы с вами спекулируем на идее того сколько же раз фрс в этом году снова повысит процентную ставку будет ли это один раз либо два но в последние недели и месяцы мы находим все таки больше доказательства даже с отсылкой на санкт-резерв что скорее всего решение будет только одно я склонен рассматривать такой подход коммунитарной политики как проявление мягкого режима опять же по аналогии и в сравнении с тем что было в 2018 году то есть мы не ждем уже такого агрессивного подхода к изменю процентных ставок и на мой взгляд это как раз отражает позицию американского регулятора который в принципе с некоторых пор транслирует идею выжидательного подхода потому что очень сильно изменилась мировая экономическая конъюнтура я думаю вы все знаете о каких глобальных рисках идет речь сейчас давайте друзьям чуть подробнее посмотрим на то что у нас сейчас складывается на рынке но традиционно быстрый проход по событиям экономического календаря сегодня статистика по англии данные по инфляции которые будут опубликованы в 12-30 по московскому времени сейчас мы видим то что фунт может и хочет как-то реагировать на статистику но не очень ему и удается в принципе очень трудно сейчас определите драйвер для британца потому что даже вчерашний день мы все-таки разбирали и данные по рынку труда но параллельно выходили новости касательно brexit о том будет ли очередное третье по счету уже голосование о соглашении либо все-таки не будет если не будет то что тогда ждать дальше и вот этот фон он накладывался друг на друга статистика и вот эти политические интриги но в целом это подстегивает интерес к британцу держит его в категории инструментов отличающихся высокой волатильностью но до сих пор друзьям не позволяет нам определиться с конкретным направлением рынка я очень надеюсь то что для вас это не загадка и вы знаете как по фунту принципе действовать что от него ждать и какие ориентиры сейчас стоит оставить и почему самое главное нужно уметь объяснять почему вы придерживаетесь того или иного подхода я вот сколько недель подряд сколько месяцев подряд друзья рассказываю вам о том почему я продавец фунта и буду это делать до последнего ну как минимум до тех пор пока мы снова не возьмем хороший профит по британцу именно в расчете на снижение этого инструмента 17.30 в данные по запасам нефти сша вчера очень хороший для нас покупателей нефти отчет от американского института нефти запасы снизились мы настраиваемся на то что и сегодня официальные данные будут похожими то есть можем увидеть снижение и от администрации аналитической информации и по аналогии со прошлой недели это может стать неплохим катализатором для котировок нефти ну что тут остается до 70 согласитесь по бренду мы фактически вчера уже тестировали планку 68 в 2100 решение поставки федрезерва и тут же прям переключаемся на 2130 это пресс-конференция от джерома паула вот тут рынке конечно же и должны заходить хотя не нужно преувеличивать все изначально влияние этого события на рынок сколько раз мы уже это сделали а потом на следующий день констатировали что но вот избыточные ожидания ни к чему не а привели давайте все-таки руководствоваться пользоваться уже накопленным опытом и просто отметим что сегодня события серьезные да но мы принципе уже знаем что скажет джером пау я не думаю что его позиции изменится то есть подтвердил он подход адаптивный такой федрезерва к тому что происходит подтвердил неготовность к многократному повышению процентной ставки тут тогда для доллара понимаете открывается дорога для слабости это как раз то что нам и нужно и еще друзья я хочу обратить ваше внимание на отсчет который правда выйдет уже ночью по московскому времени со среды на четверг это данные по ввп новой зеландии если вы спекулируете новозеландцам обязательно обратите внимание на это релиз я предлагаю провести аналогию с темпами экономического роста австралии который очень сильно разочаровали и сейчас опять же очень похожи картины по новой зеландии почему-то аналитики а прогнозируют довольно неплохой показатель экономического роста я считаю что вряд ли он будет настолько хорошим я бы даже поставил на то что данные разочаруют то есть неожиданно плохие цифры уже завтра на по темпам экономического роста новой зеландии могут стать причиной очень нехилого давления на новозеландцев принципе мы там уже также очень близкие друзья акцели в принципе мы уже добрались до отметки 0.68 я думаю что нужно держать дальше короткую позицию ну как минимум до уровня 60 0.66 0.67 ну а теперь давайте по нефтянке 67.36 котировки как я уже отметил отчет американского института нефти подогрел интерес взбодрил нас и мы сегодня ждем вот официальные данные тоже со знаком минус и готовы их отрабатывать через покупки но совсем классно друзья будет если мы еще и получим данные по снижению объема нефтедобычи в сша в прошлый раз за прошлой неделе темпы добычи снизились на 100 тысяч до 12 миллионов то есть штаты отошли от своего рекордного показателя сейчас рынок еще понимает что на площадках очень много вот этих триггеров новостных связанных с отдельными заявлениями представителей ближневосточного картеля которые с разных сторон но вот в одну кучу просто закидывают идею того что они дальше будут соблюдать обязательства по снижению нефтедобычи дальше будут выполнять эти квоты и делать все чтобы стимулировать рост цен на нефть через сохранение баланса рынок также еще и переживается то что происходит в иране собственно за то что происходит в венесуэле из-за этих санкций полагаю что в конце концов это может даже стать причиной дефицита приложения не нужен так далеко уходить друзья все таки не настолько это ключевые нефтеперерабатывающие и нефтедобывающие страны чтобы угрожать в таком контексте текущему соотношению баланса спроса и предложения но признаюсь что спекулятивно эта тема интересна это идет прицепом скажем ко всему что мы говорим поэтому настроение с этим довольно оптимистичный вот для меня вот опять же еще стала большой новостью я признаюсь друзья анализирую для вас очень много новостных источников хочу чтобы вы были в курсе всего что происходит но я до сих пор не могу понять на каком же так находятся переговоры между сша и китаем и каждый раз когда выходят новости по этому процессу я думаю что они становятся неожиданностью и для меня я не знал что оказывается вчера и позавчера проходил чуть ли не заключительный этап переговоров но если вы знаете друзья то будьте добры поделитесь источником информации откуда вы черпаете инфу и вот эти важные такие фундаментальные триггеры и оказывается что в ходе этих переговоров был снова достигнут прогресс уже даже поднадоело это слово сколько они уже прогрессируют в конце концов соглашения по-прежнему нет но торговый представитель сша lighthazer вместе с своим коллегой и другом по а цеху министр финансов сша стивеном внучином чуть ли не в ближайшую неделю две готовы против пекин чтобы подписать соглашение но не знала друзья что уже настолько на финишной потому что буквально еще в конце прошлой недели мы с вами работали совершенно другой информации но кстати я не буду говорить о том что очень хороший источник у этих данных потому что пытался найти подтверждение в других ресурсах но не нашел ну все-таки это новость на рынке есть на прошлой неделе мы с вами говорили о том что все было создано для подписания соглашения в этом месяце но переговоры решили перенести и это заявление последовало собственно трамп и я склонен доверять этому больше поэтому не жду что соглашение будет подписано так быстро если и вовсе подписано спекулятивно опять же эта тема подогрела интерес нефтянки но долгосрочно мы понимаем что воз и ныне там действительно очень уместная фраза в данном случае поэтому на скажем этот фундамент ну большой надежды возлагать давайте не будем сегодня ориентируемся на статистику по запасам и ждем все-таки отработки нефти через рост доллар гена 111 58 ждем решения по оставке и прежде всего на что я ориентирую друзья это на то что фрс сегодня пересмотрит прогнозы по инфляции и прогнозы по экономическому росту по экономическому точно возможно добавить конкретики по изменению баланса и в очередной раз скорее всего очень осторожно просигнализирует дальнейших изменений процентных ставок если мы получим сверху снизу с боков сигнал намек на то что в этом году вставки будет повышенность все-таки всего лишь один раз в моменте давайте смотреть за реакции доходности трежерис уверенно не пойдут ниже и это должно потащить за собой долго но до тех пор пока эти заявления будут правильно проанализированы пройдет но не меньше получаться поэтому рынок а за этот период успеет сходить высоко вверх и вниз если вы друзья хотите найти прям супер хорошую точку входа нужно ждать конечно же в идеале на роста пары доллар-иена и уже оттуда продавать и все эти идеи которые давал они как раз и настроены такой сценарий но я ожидаю доллар-иена ниже отметки 110 в ближайший день надеюсь что сегодня нам удастся все-таки закрепиться ниже уровня 111 кстати вчера вышел отчет по производственным заказам сша 0,1 процента прироста против прогноза 0,3 процента доллар канадец как бы день сурка здесь те же самые котировки что и день назад ждем мы с вами данные по ручной продажам и по инфляции в пятницу и настроить понятен я ожидаю плохих цифр я ожидаю еще доп давление на а канад с фунт против доллара 1 32 57 вчера мы снова тестировали сопротивление 1 33 снова они удачные хорошо потому что даже текущие уровни являются слишком уж а крутоватыми данные по рынку труда 3 9 уровень безработица 4 средняя заработная плата 3 4 на чем растет рынок труда для меня загадка друзья потому что такие показатели мы не видели даже до 2016 года когда британская экономика вроде бы как цветла и пахла то есть мы говорили о достойных темпах экономического роста но сравни с темпами экономического роста прочих развитых рынков но даже тогда статистики не было сейчас весь бизнес держится за за голову потребители в принципе по идее должны тысячу раз думать прежде чем совершать покупки которые относятся к категории товаров а длительного опользования то есть самых дорогих из-за вот этой экономической и политической неопределенности однако статистика чудесно я не верю статистике друзья поэтому не считаю что ее можно использовать в качестве а поддержки до идеи рынок буквально вчера еще надеялся что в среду то есть сегодня состоится очередное голосование по брекзиту но нужно было бы что чтобы тереза мэй все-таки убедила палату общин еще раз обсудить этот документ не удалось ей потому что спикер палата общин джон бирко вчера сообщил о том что он блокирует решение поэтому тут же с экономических кандарей из повесток это о событиях убрали и теперь все ориентируются на сами ты есть четверг где тереза мэй будет пытаться сделать все возможное чтобы убедить с дать отсрочку при этом друзьям опять же кулуарная информация о том что уже подготовлен документа своего рода прошение о том чтобы продлить официальный выход англии состава с не то как мы планировали на несколько недель на месяц до парламентских выборов еврозоне а возможно даже на период с 9 до 12 месяцев я уверен то что ясно это не пойдет поэтому вчерашний день не еще раз доказал то что палата общин против соглашения а значит на чем могут строиться идея мягкого брэкзита на идея о том что в один прекрасный день себя проснулся решат все-таки давай проголосуем на соглашение я на такой сценарий ставку не делаю евро против доллара 1.1346 друзья европейская валюта растет ну наверно на слабости доллара перед фресом но при этом помните что основные ориентиры по фундаменту по евро они остаются медвежьими я жду европейскую валюту в районе отметки 1 10 11 вчера нас вышли отчеты по зью индекс настроений спад на минус 3 6 процента общая оценка экономических условий 11 с 15 то есть снижение по еврозоне зью также спад на минус 2 с половиной процента и важно еще отметить вчера правительство германии пересмотрела прогноз экономического роста на девятнадцатый год вдвое друзья вдвое только вдумайтесь эту цифру с 1 6 до 0,8 процента ну как можно ставить на долгосрочный рост главного валютного риска возможно нас ждет в ближайшее время какой-то прострел что перезагрузить вот это мышление и снять совокупный шорт который уже накопился но я говорю о долгосрочных ориентирах которые остаются по-прежнему на тех самых уровнях которые уже были не раз обозначены австралиец 070 72 ждем завтрашние данные кстати на брифинге мы уже поговорим о них по рынку труда и ждем что они окажут давление на австралийца как и было собственно отмечено уже не раз друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание хорошей вам торговой сессии удачных протоколов я с вами тоже слежу за рынком завтра будем подводить итоги всего доброго до свидания